Российские власти при участии Минцифы прорабатывают возможность легализации в стране пиратского программного обеспечения. Это означает, что за его использование не будет грозить административная или уголовная ответственность. На фоне сложившейся геополитической ситуации за Россией всего за несколько дней ушли десятки иностранных компаний. Данный законопроект рассматривается в качестве меры поддержки россиян на почве массового бегства из страны разработчиков популярных в России программ и помочь отечественной индустрии выжить. Это законопроект, позволяющий легализировать фильмы, сериалы и музыку через принудительную лицензию. Действия этого механизма хотят распространить на интеллектуальную собственность. Сейчас только на патенты. То есть планируется разрешить использование продукта фактически без согласия правообладателя. Если поправки одобрят, российские компании и организации смогут обратиться за получением лицензии в суд. Схема сработает при одностороннем разрыве отношений по инициативе иностранного партнера. Чтобы решить вопрос взыскания с иностранного компании убытки из-за такое расторжение, в любом случае необходимо будет идти в суд там. Но есть основной момент, это отсутствие обоюдности между дружескими и дружескими странами. Что это означает? Что если, например, будет вынесено решение в Российской Федерации об взыскании с иностранной компанией, то иностранное государство, на территории которого находится данная компания, имеет право не исполнять данное судебное решение, потому что отсутствует принцип обоюдности исполнения судебных решений между государствами. Единственный специалист, который может помочь, это юристы, специализирующиеся на международных спорах, потому что только в данном случае можно сделать анализ, проанализировать арбитрабельность спора, место рассмотрения и возможность исполнения судебного акта. У России, в принципе, не остается других вариантов действий, поскольку целый ряд программных продуктов, которые ранее поставлялись в Россию, из таких стран, как США, Германия, Япония, эти программные продукты, ну просто-таки, нечем в стоящее время пока заменить, российских аналогов нет. Именно по этим продуктам, по которым нет или не созданы пока российские аналоги, рассматривается вот такой вариант. Россия не первая страна, кто легализировал параллельный импорт. Таким же путем шли США, страны Европейского Союза и другие. Параллельный импорт нельзя назвать пиратством или контрабандой.